Сегодня наш ледовый каток принимает турнир, посвященный 65-летию российского советского хоккея. Это знаменательная дата, и нам очень приятно, что сильнейшие команды непрофессиональной хоккейной лиги по Волжи единодушно решили провести этот турнир на нашей Кузнецкой земле. В турнире участвуют, я еще раз говорю, сильнейшие команды по Волжи. Это команда ХК «Медведи» Саратов, ХК «Легион», команда «Медведи» неоднократные чемпионы российской непрофессиональной хоккейной лиги, и также участвует команда «Аколы» города Пенза и наша команда «Хоккейный клуб Рубин». На 45-й секунде первого матча шайбу забили в ворота игроки саратовской команды «Медведь». Хоккеисты сборной кузнецкой команды «Рубин» не сдавали своих позиций и забросили ворота соперников в шайбу. Азарт и адреналин, которые сопровождали все хоккейные матчи, в очередной раз подтвердили, что в хоккей играют настоящие мужчины. В состав сборной непрофессиональных команд вошли любители этого вида спорта в возрасте от 18 до 60 лет. Объединила всех игра. Непрофессиональный хоккей в последнее время стал видом спорта, который стремительно развивается и находит поддержку. Путин поддерживает любительский хоккей на самом высоком уровне. Большое спасибо за это, конечно. Образована Российская любительская хоккейная лига. И с Нового года, со следующего, начинаются уже общероссийские соревнования. Я надеюсь, ваша команда местная будет участвовать, и мы будем участвовать. И, соответственно, такое движение поступательно идет по всей стране. Это радует. Уровень подготовки хоккеистов достаточно высокий, и играли спортсмены на профессиональном уровне. Победил, как всегда, сильнейший. Первое место завоевала пензенская хоккейная команда «Акула». На втором месте – «Саратовский медведь». На третьем почетном месте – кузнецкая сборная команды спортивно-оздоровительного комплекса «Рубин». – Саратовский медведь. Кузнецкая сборная команды.